В программе форума работа секции по специальностям, деловые переговоры, проведение собеседований, мастер-классы от работодателей. Сам форум нацелен на обмен опытом и уже шестой раз на площадке РГУТИС собираются работодатели, готовые присмотреть новые кадры среди студентов. Это площадка для того, чтобы работодатели могли, так сказать, в действии посмотреть на наших студентов. Многие проводят собеседования и приглашают уже наших студентов, выпускников для прохождения уже преддипломной практики. И многие, которые показывают высокий уровень теоретической и практической подготовки, уже получают предложения о трудоустройстве. Туризм и гостеприимство являются флагманскими направлениями колледжа и университета. Профильные министерства проводили статистические подсчеты и выявили дефицит кадров в гостиничной сфере. А значит, студенты нужны, рабочие места их ждут. Тем более учебный процесс в колледже практикоориентированный, и работодатели приезжают и дают мастер-классы. Таким образом, студенты уже с первых курсов учат не только теорию, а на практике понимают, моё не моё. Мне этот форум дал понять, в каком отеле я хочу проходить практику. Я проходила практику в отеле Арарат Парк Хаят, категории 5 звезд. Отель обслуживает лакшери гостей. Я проходила практику в службе Румсервис, поэтому планирую и вообще хочу продолжить там практиковаться, а в будущем уже трудоустроиться. Среди работодателей присутствовали представители гостиничной сферы, в том числе из нашего округа. Парк отель Софрина – крупнейший игрок. Уже воспитал работников из бывших выпускников Ргутиса. Сейчас они презентовали свои ресурсы. Представители отелей с мировым именем тоже готовы принимать выпускников. Для начала проводят им расширенные экскурсии. Я знакомлю с руководителями отделов. То есть это небольшая встреча. Когда руководитель приходит и рассказывает. Я, например, руководитель службы приёма размещения. Моя служба занимается приёмом гостей. Мы делаем вот это, вот это, вот это. У нас есть столько-то сотрудников. То есть всё-всё-всё про отделы рассказывает. И затем говорит, сколько мест, чтобы у сотрудников будущих наших, ныне студентов, было понимание. Могу ли я туда претендовать? А можно ли туда прийти? Основной акцент делали на внутренний туризм. Сейчас это направление поддерживается государством. И спрос на молодых специалистов есть. Важно выбрать тех, кто хочет работать и развиваться. Сама по себе сфера туризма очень, знаете, подвержена различным изменениям. Ну, вообще в принципе, да, геополитическим и так далее. То есть, например, те же самые закрытые границы, они сформировали для нас определённый отток персонала. Не нашего, да, а вообще, в принципе, из индустрии. Вот, и поэтому сейчас у нас очень такая, ну, достаточно большая нехватка профессионалов в этой сфере. Да, и мы всё более активно сотрудничаем как раз с учебными заведениями. Один день форума задал студентам ориентиры. Теперь их задача хорошо учиться и пойти на практику, а потом остаться работать. Анастасия Спирина, Антон Орловский, Яков Глейзер. Новости Большого округа.